Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. В Самаре проходит ставший громким процесс объединения вузов, о том, каких плюсов ждать от создания университетского холдинга и как это отразится на студентах в процессе обучения и преподавательском составе, мы и будем говорить сегодня. И в нашей студии советник ректора Самарского госуниверситета, доктор исторических наук Петр Кабытов. Ваши вопросы и мнения по объединению вузов озвучивайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Петр Серафимович. Здравствуйте. Ну, хоть это и совсем недавняя история, я вас как историка попрошу все-таки рассказать об этом известии объединения вузов, почему это произошло и как вы это лично восприняли. Вы знаете, идея объединения вузов, она возникла еще в 1994 году. Наиболее успешный проект это объединение Саратовского государственного университета с рядом вузов Саратова и Булашова. И плюс в состав вот этого холдинга вошло несколько техникумов. Вот. И сейчас национальный исследовательский университет саратовский, он насчитывает где-то около 30 тысяч человек. Очень активно развивается. У нас тоже в 1994 году губернатор Константин Алексеевич Титов выдвинул такую идею создать объединенный университет, и он должен был состоять из госуниверситета, экономического и педагогического. Но если государственный университет так занял тогда спокойную такую позицию, как и экономисты, то педагоги Симашкин, бывший ректор, он очень активно выступал и даже пытался вывести студентов на улицу. Я как-то потом задал вопрос министра образования Когану Ефимову Яковлевичу, что случилось, почему, собственно, не смогли довести эту идею до логического конца. Он говорит, не было политической воли. Вот, понимаете, отсутствие политической воли привело к тому, что у нас сейчас в ЦМР насчитывается достаточно большое количество вузов, филиалов, где-то, ну, около 50, а может быть, даже и свыше. Вот, ну, ряд филиалов был закрыт. Но, тем не менее, вот, все-таки, вот это образовательное пространство, оно переполнено. Переполнено. Вдобавок ко всему, у нас есть очень мощные конкуренты в лице того же Казанского федерального университета, Саратовского, и часть талантливой молодежи, выпускников, оттягивают столицы Санкт-Петербург и Москва. Да. Вдобавок ко всему, мы видим, что количество вот этих абитуриентов уезжающих, оно из года в год возрастает, и тем самым, вот, мы испытываем большую нужду в том, чтобы все-таки пополнить наши вузы талантливой молодежи. Она уезжает. Почему? Потому что их привлекает все-таки то, что есть Московский университет, есть другие федеральные вузы, вот, и учиться в этих вузах, которые имеют несколько иной статус, допустим, национально-исследовательский или федеральный, является престижным. Часть людей уезжает за границу. Но сейчас система образования в России, она выглядит следующим образом. Есть два главных вуза, это Московский университет имени Ломоносова и Санкт-Петербургский. У них финансирование идет сразу же, вот, закладывается правительством отдельной строкой, вот, и они не испытывают такой большой, что ли, нужды в том, что у них мало бюджетных мест, им дают по полной программе бюджетные места на первый курс. Понятно. И Самара в случае объединения вузов тоже будет претендовать на финансирование из груз бюджета, да, получается? Вот. Второй уровень – это федеральный университет, их не так много. И третий уровень – национально-исследовательский. И получается, что все остальные, их свыше двух тысяч, они не имеют никакого статуса. Вот у нас единственный вуз, который имеет такой статус, национально-исследовательский, это аэрокосмический университет. Вдобавок к всему, помимо статуса, он вошел в топ-15, и, естественно, вот, финансирование у него несколько иное. И, вообще-то, совсем недавно вышел приказ министра образования, когда за каждым студентом идет финансирование, допустим, не 100%, а 150. То есть это тоже большой плюс. Ну, если говорить о нашем университете, да, мы за 45 лет сделали колоссальный рывок, мы были организованы, можно сказать, на таком нулевом уровне. Ничего не было, ни на базе пединститута, на пустом месте. И вот был у нас такой первый ректор Алексей Иванович Медведев, он сделал вообще подвиг, на самом деле, при создании, совершил подвиг. Он стал приглашать в новый университет людей, специалистов, докторов наук, аспирантов из ведущих университетов страны. Я как-то посчитал, и это было в 95-м году, и выявил, что это выпускники из 180 университетов России и даже несколько человек из Берлинского университета. То есть вот этот сплав позволил буквально в течение пяти лет вести учебный процесс на достаточно высоком уровне. То есть наши выпускники по знаниям, по компетенциям, они не отличались от выпускников Московского и Казанского университетов. Но есть еще одно обстоятельство, то, что здесь сразу стали возникать научные школы, стали вестись исследования. Если говорить о естественных факультетах, то очень мощные были заделы по хоздоговорным темам. В том числе и оборонная проблематика, она очень активно развивалась. Но если говорить о гуманитариях, а вообще создание Самарского университета связано было с тем, что здесь возник такой естественный перекос. То есть в основном готовились специалистов инженерно-технического профиля. А вот гуманитарная элита, она отсутствовала. Она восполнялась за счет выпускников столичных вузов, вузов университетов по Волжье. И немножко давал педагогический институт. Единственный гуманитарный вуз. Вот поэтому университет за 45 лет выполнил главную функцию. Он нарастил достаточно большой слой, 45 тысяч выпускников. Это люди, которые влились и в естественную научную элиту. Это физики, математики, химики, биологи и гуманитарные. Понятно. А что же будет дальше? Вот вы что-то потеряете, университет? Ведь он уже будет, так скажем, в комплекте. Не сам по себе, вот наш замечательный такой самарский известный государственный университет. А теперь три в одном, как говорится. И что приобретете? Вы знаете, если говорить о том, что будет, то здесь все-таки может идти речь о холдинге. Когда сохраняется университет в виде академии. То, что есть на Западе. То есть университет состоит из школ, из колледжей. Да, вот Сан-Франциско в Калифорнийском университете я был в юридической школе. Или факультеты существуют, институты, школы, колледжи. И здесь тоже может возникнуть такая академия естественных и гуманитарных наук, где будут представлены и естественно научные, и гуманитарные направления. То есть я все-таки оптимистически смотрю на будущее. Дело в том, что ситуация будет складываться таким образом, что вполне вероятно, а это так и есть, так как бюджетные места распределяются именно так. Московский, Санкт-Петербургский университет, потом федеральный и национально-исследовательский. А всем остальным уже ничего не будет. То есть если мы остаемся никем, то количество бюджетных мест, оно будет сокращаться. И тогда мы вынуждены были, будем перейти на финансирование региональное. Если область пожелает иметь, допустим, 20 историков и заказать, сделать заказ, то тогда эти историки будут приняты на первый курс. Если область скажет, а у нас нет потребности. Область будет решать. Потому что мы говорим о том, что финансирование все-таки будет федеральным, если осуществится объединение. А вы говорите, что область будет решать. Вот как с этим разобраться? Нет. Если мы не войдем в национально-исследовательский университет, а станем региональным, региональный университет, он будет в основном финансироваться областью. И мы должны будем искать заказы. Сами. Это будет вашей уже проблемой. А здесь федеральное министерство нам делает заказ на подготовку специалистов. Понятно. Госзаказ. Госзаказ. Да. Вот. Если мы не получаем этот статус, значит все, мы уходим. Но есть еще одна опасность. Это то, что региональные вузы, вузы, не имеющие статуса, они будут готовить только бакалавров. Магистратура не будет. Аспирантура тоже будет резко сращаться. Да и вести ее будет очень сложно, потому что в таком вот региональном вузе диссертационные советы министерства не будут отрывать. То есть постоянные такие трудности возникают. Понятно. А в связи с чем вызвано реформирование высшего образования этой системы? Что происходит? Это экономические основания для этого есть? Или что такое? Что происходит? Реформирование высшего образования связано с несколькими проблемами. Одна из них, все-таки за 90-е и нулевые годы мы создали очень большое количество вузов. Коммерческих, частных и так далее. И у нас сейчас обучается где-то 85% выпускников. Тогда как мировая практика свидетельствует, что и в Советском Союзе это было 45% от силы 50. Должны быть вот с высшим образованием. Сейчас все, кто желает, учатся. Да, надо, не надо. Есть способности, нет способности. Ну, мало ко всему, ведь происходит размывание высшего образования, вот такого классического. И потери вообще статуса, да? Потери статуса. Престижности вот этой высшего образования. Практически все его имеют, да? Статусы диплома. Да. Вот, и поэтому, конечно, допустим, в 90-е годы, да и в нулевые, когда появилось очень много юридических факультетов, и обычно администрация и судебные органы, и адвокатура отдавали предпочтение выпускникам университетов. Не вот тем, кто обучался в филиалах. Те, кто хотели идти на госслужбу, обязательно, значит, кадровая служба смотрела, что окончил, какой университет окончил. Если это было что-то такое невнятное, то обычно ему очень вежливо отказывали. Ну, сейчас, правда, каждый может сдавать экзамены, проходить конкурс, но, тем не менее, это тоже смотрят. То есть вот это тоже является очень важным таким моментом. Но есть еще один момент, то, что мы вообще должны усилить коммуникативные связи с университетами Европы и Америки. А это поможет объединению? Это поможет. В каком плане? Мы, по идее, должны нарастить количество иностранных студентов до 20%. Сейчас у нас от двух до пяти вузов. А это реально? Это в советское время, мне кажется. Вот у нас к нам ехали, ехали иностранные студенты очень много. Мы ехали в основном в МГУ и университет дружбы народов. А мы хотим, чтобы к нам приехали в регион. А мы хотим, чтобы в наш ведущий вуз приехали студенты. И вдобавок к всему будут приглашаться и профессора из зарубежных университетов тоже. А здесь вот такая нестыковка. Сейчас преподаватели высших учебных заведений, которые объединятся, боятся потерять работу. Ну, вот так говорят, что вдруг будет какое-то сокращение, а мы будем приглашать из других стран. Есть еще один момент, связанный с тем, что мы заинтересованы в том, чтобы наша профессора прошла стажировку на Западе. А, взаимовыгодный процесс. Эти обмены очень важны. Вы знаете, вот я сам, когда несколько раз был за границей, и я несколько иначе стал видеть очень много. Не только саму жизнь, но и есть возможность познакомиться с новыми методами исследования, увидеть, в каком направлении развивается проблематика. То есть ты получаешь какой-то очень мощный стимул в продвижении. Добавок ко всему, общение с коллегами, оно приводит к тому, что появляется возможность генерировать новые идеи. На самом деле в Объединенном университете есть возможность более активно заниматься вот такими научными исследованиями на стыке наук, на междисциплинарном уровне. Казалось бы, возникает конфликт. Как гуманитарии могут с техниками объединяться? Вот в этом есть непонимание. А вот вы сейчас сказали, что в этом и плюс действительно есть. Если говорить об истории, то для нас является, допустим, такое очень важное направление, как клиометрия. Это изучение массовых источников с помощью математических методов исследования. Есть и физико-химические методы при анализе, допустим, артефактов. Артефактов археологических памятников. Есть возможности вести изучение местности с тем, чтобы выявить археологические памятники с помощью космических методов. Вы как историк нашли точки соприкосновения, да, согласны с вами. Космос. То есть из космоса можно зондировать те или иные участки Земли. Есть и другие моменты, которые могут объединить. И вот новое знание, оно может получиться на стыке наук. Понятно. Но здесь ведь есть еще один такой момент, точнее два момента, связанных с тем, что в Объединенном университете будет создан Центр одаренных детей. И это позволит вот уже с шестого, восьмого класса включать учащихся вот в эту нашу и образовательную, и научную деятельность. Второй момент связан с тем, что мы на самом деле сейчас находимся в таком состоянии, когда нам нужно заниматься очень активно модернизацией научно-образовательного пространства. Что это означает? Вы имеете в виду базу, наверное? Базу. Вот, Петр Серафимович, вы прекрасный лектор, я просто боюсь вас прервать, но хочу предоставить возможность ответить телезрительнице, а потом вот эту тему мы продолжим. Татьяна Николаевна считает, что объединение вузов не поможет, потому что 65% не сдают экзамены, а покупают их за деньги. И проблему нужно решать. Другое, плохо учишься, не сдал экзамены, уходи из института. Или учи. Вот как вам такой подход? Когда вот 60%, вот как утверждает наш телезрительница, не сдают экзамены. Я не думаю, что это 60%. Дело в том, что, конечно, ситуация меняется, и меняется, может быть, так стремительно. Ну, если в 90-е годы мы видим, была какая-то тяга к знаниям, да, вот, и был конкурс, и вот это стремление получить высшее образование, а потом даже пойти в аспирантуру, оно было таким явным, что ли. То есть это вылилось в то, что многие считали, что высшее образование является, может быть, очень важным таким стартом в социальном лифте, в южении вверх. Конечно, падение общеобразовательной школы и отток томатливой молодежи, он сказался. Но высшие школы предпринимают усилия для того, чтобы вот как-то свести к минимуму все эти негативные явления. Дело в том, что сейчас и новая образовательная система, и новые стандарты, и весь учебный процесс, он, в общем-то, становится таким осязаемым. И если вот, допустим, в школе есть электронные дневники, то и здесь, в высшей школе, допустим, каждый студент, который издает, он должен показать те или иные компетенции. Заполняется специальная такая карточка, сведения. Вот. Будут личные кабинеты, будут портфолио. Извините, мне так и скажется, портфель. У каждого студента будет свой портфолио. Вот. И, в общем-то, вот этот новый подход, он связан с активным внедрением и новых технологий. И тестирование знаний студентов постоянно проводится. То есть говорить вот так вот, что все 65% получают за какие-то деньги. Ну, вы знаете, я, будучи первым проектором, иногда слышал, что вот тот или иной преподаватель замечен в этом. Но я обращаюсь к родителям, всегда обращался и говорю, ну, если вы видите, что этот преподаватель занимается неправильным делом, обращайтесь в прокуратуру. Да. Так? И вы поможете нам выявить этого взяточника. Да. Вот. То есть вот борьба с этими негативными явлениями, она, конечно, затрагивает и само общество, которое должно было быть заинтересовано. Потом есть такое явление, когда вот существуют наши партнеры в виде работодателей. Работодатели, а не то, что заинтересованы в качестве. В хороших специалистах, конечно. Вот. В новом университете вот всеми этими проблемами будет заниматься наблюдательный совет. И возглавлять этот наблюдательный совет будет вице-премьер. России? На таком уровне, да. То есть на самом деле вот мы попадаем, если объединяемся, попадаем в топ-15. У нас повышается статус, у нас увеличивается финансирование, у нас увеличивается количество бюджетных мест, у нас сохраняется магистратура, у нас остается аспирантура. Мы имеем сейчас четыре диссертационных совета, но мы сумеем в этих условиях увеличить их число до восьми-десяти советов. То есть вот те научные школы, которые функционируют в университете, они могут стать жизнеспособными. Но они станут жизнеспособными лишь в том случае, если мы будем иметь вот это научно-образовательное новое современное пространство. Как оно создается? А вот сейчас на каком этапе вот этот процесс объединения вузов? Вообще, когда это должно произойти? Есть какие-то сроки, когда вот вуз должен стать единым? Ну, во-первых, речь идет о том, что создана рабочая группа, которую возглавляет Николай Иванович Маркушкин. И вообще я хочу сказать, конечно, вот Николай Иванович Маркушкин неожиданно для нас совершает благое дело. Почему? Потому что до него губернаторы вот как-то к высшей школе... Ну, вы же говорили, Константин Алексеевич Титов делал попытку тоже. Да, делал попытку, но не довел. Но ничем не завершилось, да. Вот. И здесь вот я заинтересован в том, чтобы вот эта политическая воля, она была такой более настойчивой. Понятно. Вот, кстати, он встречается и со студентами, и с преподавателями. Это тоже говорит о том, что вот он хочет взаимодействия. Заинтересованность. Заинтересованность есть очень большая. Вы были на этих встречах? Вот как студенты, хочется узнать, реагируют вот на такое известие? Мы были на этих встречах, и вы знаете, вот, если говорить о впечатлении, то мы видим, что общество не всегда воспринимает новые идеи. И это тем более интересно. Почему оно не воспринимает новые идеи? Потому что мы живем все еще в советском обществе. Нам кажется, что Господь Бог даст, если не Господь Бог, то ЦК КПСС в углове, если они думали о чем. Или сейчас даст президент или губернатор. А время другое. А время другое. Другая экономическая ситуация. Время изменилось. И вот тут ситуация какая, на самом деле. Ведь если мы не вскочим на подножку уходящего поезда, мы так и останемся городом, где нет крупного университета. Получается, все-таки, что рыночные отношения привели вот к такой ситуации, да? Рыночные отношения, и вдобавок ко всему, все-таки, есть стремление вот как-то поднять статус Самары. Сделать Самары действительно крупным вузовским центром мирового значения. Вот это, пожалуй, главный такой тренд, который звучит в выступлениях Николая Ивановича. Но я бы сказал, что и студенты, и большая часть преподавателей с пониманием относятся. Конечно, новое это всегда неизвестно. И поэтому опасения возникают. Мы же привыкли жить вот так, чтобы прошлое повторялось. Но нельзя постоянно жить в прошлом. Надо думать о будущем. Вот ваша коллега Валентина Сематова, тоже кандидат исторических наук, сказала, что мне кажется, что для нашего университета объединение станет шагом вперед, шагом в сторону развития. У нас тоже многие возражают против объединения. Но если не верить перспективам и не пойти вперед, то, по мне, результат может быть печальным. А в чем риск-то, как бы сказать, печаль? Печаль. Работаете вы и работаете. Что может произойти? Я вам сейчас скажу. Оно уже идет, на самом деле. Вот если раньше, допустим, на ИСТФАК мы зачисляли 50 студентов на дневной и 50 на заочной, то сейчас 19 блокомагров. А, у вас есть цифры, факты, да. Если мы не войдем в состав объединенного университета, значит, у нас количество бакалагров будет сращаться. У нас не будет магистров. У нас не будет аспирантура. Мы становимся заштатным вузом. Заштатным маленьким вузом. Если, допустим, где-то в 2011 году у нас было около 12 тысяч студентов, то сейчас, и принимали мы где-то почти полторы тысячи на первый курс, то сейчас бюджетных студентов у нас где-то около 600. Вот. И плюс 600 с небольшим – это платные студенты. Да. У нас идут студенты в основном на экономический факультет и на юридический. Количество платных студентов на гуманитарных факультетах и на естественно-научных – оно минимальное. То есть 3-4 человека. Да. Но это вот общероссийская тенденция. Не скажем, что вот прямо университет один у нас с такими проблемами сталкивается. Я просто еще хочу одну цифру привести, что уже известно, что постепенно будет сокращено около 40% существующих в России вузов. То есть процесс этот неизбежен, да? И в любом случае это будет либо объединение сильнейших, либо сокращение слабейших, да? Ну, здесь есть такой момент – это мониторинг вузов. Он проводится ежегодно и объявляются в неэффективные вузы. В том случае, если вуз неэффективный, то он должен или совсем у него отнимают лицензию, он превращает свою деятельность. А студенты переводятся в другой вуз. Но вот наш путь, он более цивилизован. Он более цивилизован. И вы считаете, что все-таки университету повезло, что он в эту тройку войдет? И перспективнее. Почему? Мы сохраняем научную школу. Мы можем пополнить их молодыми людьми, которые будут проходить стажировку и на Западе, и в наших академических институтах, которые войдут в состав. И мы можем нарастить число талантливых выпускников, способных генерировать новые идеи и создавать новые продукты. Да. Но плюсы вы видите, и это успокаивает, что вы, как историк, зная, что история повторяется, считаете, что это все-таки будет плюс, и все будет хорошо. Спасибо вам огромное за то, что пришли и рассказали об этой ситуации, которая вызывает много разговоров, и даже споров не будем скрывать. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok